всем огромный привет добро пожаловать в новое видео началась масленица настроение весеннее еще я не поздравила вас с прошедшим праздником весны с прошедшим женским праздником 8 марта логичнее было бы поздравить вас прошлом видео но так получилось что я снимала его задолго до и по техническим причинам опубликовала его уже после 8 марта поэтому исправляюсь и поздравляю сейчас для нас март месяц это месяц праздников у нас целых три дня рождения в марте и поэтому конечно настроение такое во-первых радостное а во вторых конечно в режиме белки в колесе но сегодня началась масленица это видео я снимала в понедельник естественно сразу захотелось испечь блины порадовать своих родных и близких и кстати блины я пеку по рецепту который увидела у миланы к мы с ней общаемся и этот рецепт блинов мне реально пришелся по душе потому что они получаются очень тоненькие на мой взгляд немножко более полезные чем другие потому что в рецепте большое количество яиц рецепт продублирую внизу в инфобоксе я закупила 1 7 децилитра это сколько живого отдельно 7 децилитра это сколько миллилитров 170 а 2 децилитра это 200 миллилитров 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 4 5 6 6 6 7 7 7 8 9 9 9 10 10 10 10 11 8 12 12 15 12 15 14 16 20 24 24 16 потому что вот из одной такой порции получаются блинчики на завтрак на 4-х человек достаточно. Съели, и блинчиков не осталось. Но я решила замесить побольше и просто удвоила ингредиенты. Я, кстати, вообще не заморачиваюсь по очередности добавления продуктов. Вот что первое подогрело, то как бы и замешиваю. То есть подогреваю молоко, растапливаю сливочное масло, туда вбиваю яйца, соль, сахар, единственное, муку в последнюю очередь. Сначала все перемешала венчиком, электрическим блендером, электрическим венчиком, а потом ввожу муку. Комочков не образуется за счет того, что молоко теплое, и получается гладкое, однородное, отличное тесто. Мне блинчики эти очень нравятся, потому что у них хрустящие края. Если честно, я уже вовсю готовлюсь к весенней уборке, у нас все чаще выглядывает солнышко, и появляется желание убрать дом к Пасхе. Кстати, мы очень хорошо расхламились на чердаке. Если вы новый зритель, то не знаете, у нас есть чердак. Несмотря на то, что мы живем в квартире, мы арендуем помещение у нашего ТСЖ. И у нас там целых две таких комнаты, и они были просто завалены. Хотела бы даже вам, может быть, поснимать, но мы начали разбирать этот чердак вообще незапланированно. Когда, в общем, я смогла уговорить мужа? У нас большое количество мебели там, и я сама все это сделать не могу. В общем, мы продали большое количество мебели, разобрали большую часть. Спасибо большое председателю ТСЖ, которая, ну, скажем так, оказала давление, потому что часть мебели у нас уже не помещалась, так как у Лизы в комнате мы там, я делала переделку, и эту мебель на тот момент еще не купили. Она стояла уже просто на чердаке, соответственно, ну, она там стоять не должна. И мы взялись за расхламление, и я очень хочу как бы там навести порядок. Возможно, поснимаю для вас. Мне хочется, чтобы это была, знаете, такая хорошая кладовка, куда вещи не уходят умирать, а я складываю туда какие-то сезонные и несезонные вещи. Я сейчас говорю не про одежду, а, например, какой-нибудь сезонный, несезонный декор, возможно, какая-то посуда, которую я все равно планирую в будущем использовать. Ну, для того, чтобы была возможность там действительно хранить вещи, и мне спокойно подняться, взять то, что мне нужно, и убрать обратно. Потому что сейчас я даже, например, новогодний декор, у меня его очень много, ну, не могу принести сама, потому что там все заставлено, мне приходится ждать, когда муж будет свободен. А я не люблю, я человек вдохновения, все делаю по зову сердца, когда хочется, например, что-то поменять, весенний декор поставить, весенний декор поставить. А бывает там период, когда вообще не хочется этого делать. Ну, вот сейчас настроение весеннее. Хочется уже любоваться цветами. На 8 марта подарили, конечно, их очень много, очень много красивых букетов. В основном это тюльпаны. Я также купила гиацинты в горшочке для того, чтобы они росли и радовали ароматом. Ну, в общем, да, настроение абсолютно весеннее. Соответственно, мне хочется, возможно, какого-то декора, как-то украсить свой дом к весне. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дожариваю блинчики Сейчас вам покажу классную идею Как здорово завернуть блинчик Я так лепешки Заворачиваю, знаете, вот эти долгого хранения А потом поджариваю До середины разрезаю Ну, возможно, вы видели Так, блинчики горят Сейчас переверну Многофункциональность наша Так, я беру начинку Икру, ну, масленица же, творожный сыр И огурчик Еще я купила ветчину Сыр, можно так же заворачивать Вообще все, что угодно И сладкие начинки в том числе А типа вот так А типа так А я заворачиваю туда Творожный сыр, клавленый сыр Сладкий перец Мясо Получается очень вкусно Намазываю одну сторону Творожным сыром Сворачиваем А можно не сворачивать А завернуть потом Ну, у меня начинки не на 4 части То есть можно прям на 4 части разложить Так, тут дожаривается Выкладываем блинчики Я пока с вами поболтаю Пока У меня тут осталось буквально на 2-3 блинчика И я закончила Мне порой хочется купить 4 сковородки на блины Чтоб еще быстрее все это сделать Но дело в том, что вот третью, да А четвертая у меня слишком комфортно Большая, мне кажется, перебор Так, да, ну здесь на 2 блинчика Выливаю И нет у нас блинов комом Масленица Началась Привет, плюс 2 килограмма Я, кстати, 2 килограмма набрала уже Блины еще не ела Но набрала Надо срочно возвращаться В привычный режим тренировок У нас там просто С залом Ну, я, по-моему, рассказывала проблемы И мест просто, ну, нет На корте времени И как бы я тоже разленилась немножко Так Икорка Это вкусвилл, ну, неплохая Я почему-то все время говорю вкусвилл Хотя правильно вкусвилл Лучше вот взять на развес У нас есть сеть магазинов Называется Море рыбы Очень нравится Но там, как бы, цены такие Не дешевые Но у них прям свежая рыба Вкусная Но надо было идти А тут я доставку оформила В общем, вот это в баночках Неплохая Я тут взяла по акции Получилось дешевле, чем В море рыбы Заворачиваем И огурчик Можно начинки побольше Если любите побольше Себе тоже заверну Такой же И еще, наверное, один ульяний Сделаю с ветчиной И сыром Нет времени тереть Просто Видите, у меня края хрустят Вот это рецепт, который мы обожаем Понятно, что самые вкусные блинчики Это домашние Знаете, для каждого свои Вот Ульяна говорит, что Она ест только мои блины Вот ей очень нравится Когда вот эта корочка хрустит Она хрустит Из-за большого количества яиц И мне тоже, если честно Очень нравится именно хрустящая корочка Я долго искала такой рецепт А нашла его у Миланы А можно еще вот так Но там, получается, слои чуть по-другому выглядят То есть, сразу вы заворачиваете И накладываете Или нет Потому что так, например Икра прилипнет к творожному сыру И не будет Ну, выпадать Сейчас еще один Я не заверну с ветчиной сыром У меня сыр уже был порезан В холодильнике Поэтому лучше бы потереть Но я просто его вот так измельчу И можно потом, ну, остывший блинчик В микроволновку поставить Все там расплавится Получится очень вкусно Это ты взяла с икрой И огурцом А вот этот я тебе сделала с ветчиной и сыром Обычные будут? Обычные? Вот они Пожалуйста Кушайте, не обляпайте Вкусно? Угу Угу Вот а волосюшки раскрепались У меня? Да Угу Бегала в школе? Да Да? Зурела? Угу Не, была послушной девочкой? Угу Понятное дело Ну что, вкуснятина? Да Приятного тебе аппетита Спасибо Сейчас покажу вам свой заказ с Азон Моя долгожданная швабра Набор для уборки Свифер И еще отдельно заказывала салфетки Сейчас покажу Это одновременно и любовь И очарование Я Свифер искала еще года 4 назад Когда узнала о его существовании Но у нас его не было Сейчас смотрю на Азоне И на Вайлберрис появились Первое, что как бы очень расстраивает Очень дорого Потому что в Европе цены раза в 4, наверное Дешевле Ну на все, соответственно, на комплектующие Второе удивление Она очень маленькая Ну просто посмотрите Это реально очень маленькая швабра Здесь принцип какой Это реальная система для облегчения уборки То есть можно собирать пыль Какой-то мусор И выбрасывать салфетку Где-то что-то протереть У кого домашние животные И также можно помыть пол Где-то вот одноразовыми салфетками Одноразовые салфетки продаются отдельно И они вот сюда вот так вставляются И соответственно вы мойте там пол Что хочу сказать Здесь что в комплекте Что несколько, по-моему, 6 штук Вот таких салфеток для сухой уборки Вот эти салфетки просто потрясающие Однозначно буду покупать Я искала у нас аналоги Мне мама несколько лет назад присылала Тряпочки именно в коробке Вот они просто великолепные Искала аналоги, ничего не было И нашла, то есть у Swiffer то же самое Не обязательно покупать швабру Можете купить салфетку Протирать пыль с какой-то техники С труднодоступных мест Вазы, в общем еще где-то Где вот микрофиброй там неудобно проходиться Или, например, стеклянные полки То есть вся пыль собирается Она действительно тут создается Такое статическое напряжение Вся пыль прям прилипает Действительно прилипает И не нужно там от разводов вытирать Я еще пользуюсь Веледа Эктифайбер Она тоже не оставляет разводов Но вот эти салфетки реально очень удобные Я однозначно их буду покупать Тут в комплекте еще шли Три штуки влажных салфеток И я еще заказала набор Так, здесь сколько? Двенадцать салфеток Честно говоря, получается супер дорого Потому что одна салфетка выходит 152 рубля Я думала, что ее хватит на более большую площадь А тут... Ой, блин! Воды налила Ну что такое? Ну ладно, сейчас возьму салфетку Промокну и ей пол помыл Кстати, лайфхак Можно использовать одноразовые тряпки в рулоне И также их надевать Это точно экономит бюджет Ну в общем, одной такой салфетки Хватает, ну от силы, на пол комнаты Зависит, понимаете, тебе, конечно, от площади Но, допустим, на ванную комнату хватит Ну вот, например, у меня большая спальня Ну три салфетки нужны Естественно, это и не экономно И вообще... Но запах, аромат от этих салфеток просто потрясающий Здесь типа аромат лимона Но это, знаете, не такой типичный аромат лимона Просто очень вкусно пахнет, если ими протрешь Но я пока только две штуки использовала Сейчас вот это протру и покажу вам салфеткой Кстати, я видела на Wildberries, уже когда заказала Еще какие-то аналоги Смотрю аналоги салфеток Если они там стоят дешевле, то есть в этом смысл Короче, можно и так И раствор, в котором находятся эти салфетки Он не оставляет разводов При этом отмывает, ну просто великолепно А вот эти салфетки для сухоуборки Ими можно даже стены протирать И я, собственно говоря, перед весенней уборкой Об этом и задумывалась С мыслями о том, чтобы использовать вот эти салфетки для стен Сейчас даже пройдусь ради интереса Проверю То есть на швабру надел И на швабру надел посмотрите это одна стена даже не одна стена просто вы видели какой кусочке протерла она просто грязная соответственно этой пыли мы не видим но она есть конечно эти салфетки супер вот их я буду заказывать потому что они ну нет именно аналогов было бы круто если бы было дешевле у меня если честно шок я сейчас вторую такую же стену протерла по размеру просто черная тряпка лучше наверное не вытирать чтобы не знать вообще в какой грязи мы живем но по факту вот так ну правда классные вот эти салфетки всем советую мы вернулись с мужем с рынка из мясного магазина я как человек старой закалки я люблю покупать овощи и фрукты на рынке если есть такая возможность конечно часто заказываю но вот совсем не то качество правда то есть покупать какие-то фрукты и на рынке или овощи и не долго хранятся и они вкусные часто из магазина привозят уже вялые яблоки уже у нас улетели было несколько штук штук пять еще мандарин тоже уже переполовинили ведь это мои мыши уже открыт пакетом так из овощей я взяла 5 шампиньонов ну чтобы не пропадали буквально там мне нужно на одно блюдо лук морковка морковка три штуки не люблю много набирать у нас рынок в принципе недалеко так 4 штуки лука и появилась смотрите baby картофель баку но он очень вкусно его вкусно пожарить его вкусно запечь здесь сколько получается два килограмма и взяли одно авокадо мы брали круглый это самое вкусное авокадо что мы вообще пробовали то есть он был незрелый нам сказали дня три подержать в тепле это было что-то вот я во вкус вилл заказала отборный то есть он дороже мне прислали гнилой деньги вернули но сам факт постоянно ну то есть раньше хас берешь и можно было взять хорошего качества то есть ты покупаешь и знаешь что авокадо будет хорошая сейчас такого нет у нас по крайней мере и в общем они закончились у этой женщины она ничего не говорила про это наверняка сама не знаю взяла одно попробовать и мясо мы вообще пошли за мясом потому что я не покупаю вообще мясо в магазине ну там на доставке а там в сетевых магазинах у меня часто такое было мне во вкус вилл привезли тухлую курицу в метро привезли тухлую говядину в общем не хочу рисковать мне нравится ходить в магазин на самой тяжело нести поэтому вот попросила мужа вместе пошли и так я взяла большой кусок филе индейки и попросила сделать из него фарш я сейчас буду делать котлеты снимать уже ничего не буду просто я уже честно говоря устала просто сделаю котлеты и 150 раз показывала вам рецепт своих самых любимых котлет так еще взяла мякоть и говядины это не мякоть это карбонат из говядины очень нежное мясо половинку нарежу нам без троганов половину нарежу на гуляш и заморожен как раз будет знаете на один там ужин ну одна часть на один ужин другая на другой ужин еще я очень люблю долму но сама честно говоря никогда ее не делала это где-то надо найти виноградные листья все это сделать и уже покупала в этом магазине очень вкусная долма сейчас быстренько приготовлю мы взяли в двое нам на двоих саша и дети такой нельзя просто заливаешь кипяточком вернее ну да кипяточком лавровый лист перец но вот как на бульон все приправы накрываешь тарелкой чтобы она не плавала и она тушится там минут тридцать-сорок очень вкусно и то же самое фарш из говядины у меня дети любят разные там в холдиннике всегда должен быть фарш вернее в морозилке я вы сейчас по пакетам разложу тоже снимать не буду заморожил ну и тут саша зашел честно вещи такое не люблю уже не очень вкусно никогда не доверяю этой корейской еде с рынка но все так хранится ну ладно я в итоге все равно у него подъем он тут взял капусту кальмар помидоры и несколько огурчиков бочковых так ну вот и все было тяжело я слава богу это ненесла все на этом видео подходит концу спасибо что досмотрели до конца до встречи в новых роликах всем пока пока